Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем с вами наш большой челлендж 100 эскизов. И сегодня я выбрала вот такое интересное платье. Это тот редкий случай, когда я вам показываю фотографию. Мы будем рисовать по фотографии. И здесь основной момент, на который я хочу обратить внимание, то есть это вот эти переливы цвета, которые есть на платье. Именно их я и хочу сегодня попробовать передать в Adobe Illustrator, и попробовать их сделать. Будем пробовать разные эффекты, но для начала покажу, как вот это платье будем рисовать по фотографии. Все достаточно здорово и интересно. Давайте начнем. Выбираю платье. Я его открыла, скопировала в новый документ, для того, чтобы у меня все было видно, все инструменты. Потому что если вы его просто откроете, начнете рисовать, панель образцы у вас будет пустая, потому что Adobe Illustrator не будет видеть и не будет понимать, что там вообще что-то должно быть. Потому что изображение стороннее, вообще не в курсе. Поэтому здесь у меня открыт новый документ, в него скопировано это платье. Создаю новый слой. Один слой заблокировала, создаю новый. И по нему буду рисовать. Кто-то говорит, что это не честно, что это не совсем правильно. Можете говорить, но так рисуют. Поэтому начинаем рисовать с общего контура. Это прекрасный способ, если вы, например, работаете методом муляжа, и вы пытаетесь собрать то, что получилось. Здесь тоже немножко внимания. Очень хороший метод для тех, кто не умеет рисовать складки. Вот здесь у вас все это наглядно показано. Сейчас я вам покажу. Идем по контуру и мягко перерисовываем все, что у нас есть на этом платье. Притом не обязательно рисовать его точно такое же. Например, если я не хочу завязки по низу, я могу их не рисовать. Может быть, у меня там какая-то другая внутренняя сборка. Я могу не устраивать вот эти бантики на плечах. То есть я могу платье сделать такое, какое я хочу. Просто использовать его в качестве основы, в качестве примера, как рисовать те или иные складочки. Но вот меня, конечно же, больше всего интересует, как нарисовать вот эти вот блики. Потому что это прям вызов. Прям откровенный вызов. И я хочу его попробовать. У меня уже есть несколько идей, как это можно изобразить. Соответственно. Еще один лайфхак от меня. Когда вы рисуете вот такие эскизы, я рекомендую использовать линию максимально контрастную. Посмотрите, какую линию у вас будет лучше всего видно на вашем эскизе. И ее используйте. Все, мы нарисовали основной контур. Теперь начинаем рисовать тени. Ну вот смотрите, вот она тень. Видите складки? Вот она закручивается. Вот ее мы и передаем. Рисуем сейчас тени объектные, которые мы будем заливать с вами непосредственно черным цветом. Да? Как я обычно это делаю. Вот они, эти тенюшки. Вот то, что я показываю. Вот эта вот форма. Вот она пошла. Вот она, конечно же, будет заливаться. Я немножко упрощаю. Можно передать прям все, как есть там. Можно немножко упростить. Это же, ну, ваш эскиз. Вы можете с ним делать все, что угодно. Поэтому даже, когда мы рисуем с вами по фото, это не значит, что вы должны прям все-все-все оттуда слизать. Зачем вам это слизывать, если у вас, ну, как бы и так уже есть эта фотография, да? Задача именно передать этот эффект. Поэтому, ну, смотрите глазками, обязательно фильтруйте то, что вы видите и делайте так, как вы это чувствуете. Первое время можно посрисовывать все, потом уже начнете более детально это анализировать, упрощать, уменьшать. Я знаю, что художники делятся на разные типы. Есть художники, которые обожают копаться в деталях. Для них это вот прям хлебом не корми. Вот каждую складочку, каждую зацепочку, каждую вот штучку. Они все-все-все покажут вот идеально просто. Я не отношусь к их числам. Я больше люблю обобщение. Мне важнее общее впечатление от изделия, его общий контур, его общее восприятие. Вот это для меня важнее. Поэтому выбирайте, что актуально для вас. Вполне возможно, что вы не совпадете со мной, и это абсолютно нормально. Но я вам рекомендую попробовать то, что делаю я. Можно оценить, насколько вам это подходит, а после этого либо принять, либо не принять это для себя. Вот такой мой вам совет. И вообще, это один из способов обучения, когда вы берете другого автора, смотрите, как делает он, копируете, что делает он, пропускаете это через себя, и либо принимаете какие-то моменты, либо не принимаете. Притом вы можете в целом как бы не принять то, что он делает, и вам может это не понравиться. Но какие-то вот фрагменты, какие-то приемчики, вот прям могут вам понравиться, и войдут в вашу копилочку, в ваш ассортимент. Поэтому всегда смотрите на что-то новое. Себя тоже иногда ругаю, там не люблю. Вот, нет, мне это не нравится, я так делать не буду. Потом, ну, ты попробуй, ты же не делала. Поэтому пробуйте, 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 пробуйте. Конечно, вот эти вот места бликов, я прям, творческий такой азарт на них включается. Как же я их буду рисовать? Как же я буду их передавать именно в таком формате? То есть, что это будет? Это будет градиентная сетка какая-то? Это, не знаю, пока, пока вот прям вот мыслик пыляет по голове. Боже, что же я с ними буду делать? Но для меня это такой вызов интересный. И потом вы мне сможете оценить, получилось у меня или нет. И у вас, кстати, очень большой бонус в том плане, что, ну, я-то сейчас еще в процессе, я не знаю, что получится. А вы можете уже перемотать видео и посмотреть, как я решила эту задачу. Да, что там у нас получилось в итоге. Я пока не знаю. Я пока допишу видео, и потом тоже буду обладать этим знанием. Но попозже у вас есть бонус. Так что, такой вот странный парадокс времени, да? То, что вроде видео уже сделано, и все, да? Но вот в данный момент, когда я это все говорю, я еще не знаю, как это получится. И это такой вот будоражащий момент. Так, хорошо. Мы с вами это все собрали. Я бы еще ко всем этим замечательным складочкам, которые у нас получились, добавила бы две основные тени для того, чтобы показать объем. Смотрите, я их все сгруппирую. Все я их сделаю темными. Вот они у меня получились. И теперь еще, как я и сказала, добавлю основной объем, который будет, ну, соответственно, формировать именно цилиндрическую такую форму. Вот так сейчас крупными мазками положу его. И сюда также. Сюда вот под грудь он пойдет. А потом уже будем сейчас разбираться с фактурами, с бликами и всем остальным. Не хочу рисовать завязочки. Я сейчас нарисую две тонкие лямочки поверху. Моя задача все-таки вот эти блики. Ну, вот прям вот не дают они мне покоя. Соответственно, именно ими я и буду заниматься. Это моя цель. А уже завязочки это на усмотрение. Так, вот они мои тенюшки получились. Окно, обработка контуров. Разрезать все. Правой кнопочкой разгруппировать. Отлично. Вот они мои два контура, которые я и хотела получить. Вот смотрите. Это мои тени. Вот они будут мне форму образовывать. Соответственно, вот эти два я могу сделать почти непрозрачными. Вот такими. А вот эти чуть-чуть. Так, то есть никто не говорит, что это будет прям такая вот, как гусеница. Теперь создам. Вот что получилось, чтобы было понимание, что я нарисовала, что у меня получилось. Получилось вот такое платье. Видите, как я его пересняла? Вот этими большими контурами, ну, добавила. Вот такое платье у меня сейчас есть. Сейчас я добавлю две лямочки, ну, чтобы они были. Чтобы все-таки моя совесть была спокойна, что да, это платье не корсетное, да, оно держится на пленчиках, вот они лямочки, все хорошо. Больше я от них ничего не хочу, от этих лямочек, чтобы они просто были. И все. Вот так. Это наша основа. Теперь я буду рисовать блики. Бликов тут много. Уберу то, что у меня уже нарисовано, чтобы оно мне не мешало. И смотрите, первый род бликов, это блики родные, родного цвета. Вот они, видите, беленькие. Вот их надо все отобразить. Они будут мягкие, они будут вот эту вот всю штуку давать. Вот мы их сюда сейчас и отображаем. Вот эти вот мягкие штучки такие. Не обязательно тоже их все переснимать. Они вот сейчас у нас пойдут полупрозрачностью, они будут такие мягенькие. То есть вот это вот такая вот деталь. У кого-то такие моменты получаются, у кого-то не очень. Попробуйте. Может быть, это ваше, а может быть, нет. Ну, в общем, вот надо пробовать, да. Такая вот штучка. Интересная. Так. Вот так. Вот здесь тоже мы сейчас такую штучку мягкую дадим. И вот здесь. Вот она, смотрите, такой как петелькой находится. То, что они сейчас у меня с черным фоном, с черным контуром, с белым жестким. Ничего страшного, абсолютно в этом нет. Мы сейчас их потом размягчим. Они будут такие вообще прям тут-тут родные. Вот. Это наш следующий с вами уровень. Мы выбрали. Сейчас я все это вместе сгруппирую. Соответственно, убираю цвет контура. Он мне не нужен. Добавлю эффект размытия по гауссу. Вот оно у меня уже сразу все мягкое становится. Вот. У меня уже там настроено. Вы можете подергать. И вот они такие полупрозрачненькие у меня будут. Вот это у меня еще один уровень, который я добавила. Можно вот здесь подписать там белые блики. Теперь вопрос вот с этими яркими всполохами. Давайте попробуем их. Первый вариант. Просто-напросто нарисовать как объекты, чтобы они были. Я думаю, что они вполне могут получиться. Просто нужно сделать их градиентными. Приближаю, чтобы я их лучше понимала и лучше видела. Беру новый цвет. Например, зеленый. Ну, поконтрастнее, чтобы его получше было видно. Зеленый. Возьмите, пожалуйста. Цвет контура это будет. И вот эти вот штучки я начинаю прорисовывать. Вот смотрим. Вот эти вот всполохи цвета. И сейчас у платья мы переснимем этот цвет. Это, конечно же, я их попробую туда передать. Очень это мне нравится. Очень это интересно. Это именно то, почему я взялась отрисовывать это платье. Ну, потому что... Ну, вот как их сделать? Ну, вот как их сделать? Как вот эту красоту все передать? Очень интересно. Попробуем просто графическими объектами. Возможно, очень даже неплохо получится. Только после того, как мы попробуем, это будет понятно. Опыт. Эксперимент. Дело благородное. Никогда не бойтесь экспериментировать. Вопрос в том, что на это требуется время. Да, я не спорю. Но если овчинка стоит выделки, то я рекомендую все-таки не упускать возможности и все это попробовать. Для того, чтобы у нас получилось с вами отлично. Вот они, видите, такие кольцевые штучки. Вот я часто рисую кольцевые. Вот они. Не придумываю. Часто они на складочках такие. Вот здесь. Мне кажется, можно будет просто вот голубым таким оттенком через, там, может быть, синеву какую-то его поставить. И вот сюда, конечно же, это все пойдет. Очень красиво. Рисую все на одном месте. Соответственно, все сейчас у меня должно совпасть. А вот раскрашивать я уже буду. Я все сдвину в сторону, но все вместе сдвину, чтобы у меня все эти слои друг на другом остались. Сейчас все это буду показывать. Сейчас вот прорисовываем эти детальки. Маленькие всполохи. Опять же, все заблокировано. Ничего не цепляется. Ничего не мешает. Смотрю только на всполохи для того, чтобы их понять. И вот уже сейчас, когда я пойму эту технологию, можно будет по этой технологии рисовать и другие эскизы. Но насколько много мне такой ткани нужно, чтобы ее так постоянно прорисовывать, это вопрос. Поэтому выбрано именно нарядное платье, чтобы на нем провести этот такой интересный эксперимент. Вот они вот тут всполохи, всполохи, всполохи. Даже не уверена, что здесь большая прозрачность мне понадобится. Вот прям объектом таким можно нарисовать. Не полениться каждую вот эту штучку. Показать, что она здесь такая неровная. Так, красота. Соединяем, соединяем. Время это, конечно, занимает много. Если меня спрашивают, почему эскизы столько стоит? Ну, вот столько лет учиться, столько работать и столько по времени это занимает. Я сейчас не очень часто, точнее практически никогда не беру отрисовку. В основном передаю ее своим студентам. Они у меня делают изумительные работы. Сейчас работают и в крупных компаниях, и в школах шитья вот эти все схемы отрисовывают. Ну, вообще они у меня молодцы. Много куда. У меня даже сейчас иногда запросы приходят. Отдайте нам, студенты. Вот мы хотим. Даже сейчас уже начали капризничать. Нет, мне нужен человек, который еще и украинский знает, потому что мне нужно, чтобы вот здесь написали. А здесь вот так вот. Ну, то есть как бы мало того, что ты нарисуй, еще и напиши все. Так что такое тоже бывает. Ну, это нормально, подбираем. Люди работают с удовольствием, все хорошо. Во-первых, можно всегда попробовать сделать один эскиз и оценить, подходит вам качество, манера исполнения. Потому что на качество никогда не жалуются. Возможно, там стилистики не подходят. Там у кого-то детская одежда, у кого-то мужская, у кого-то женская. Ну, то есть там все-таки есть своя специфика. Можно нарисовать все, что угодно. Не только логотипы. Adobe Illustrator очень богатая программа. Здесь не только логотипы. Вот, нарисовала я эту красоту. Давайте мы ее все тоже сгруппируем. Выбираю все. Сгруппировать. Вот. Теперь все разблокируем. Делаю все видимым. И переношу вот сюда. Смотрите, в принципе, какое уже классное платье. В принципе, с ним уже особо и делать ничего не нужно. Вот оно у меня уже есть. То, что получилось. Давайте я его оставлю, чтобы оно у меня было. Дополнительную копию. Так, мне нужно переснять отсюда цвета. Я люблю их переснимать вот таким образом. делаю рядышком квадратики. Два, три, четыре. Так, основной цвет. Вот такой. Цвет бликов. Белых бликов. Вот такой. Мне кажется, даже есть еще белее оттенок. То есть, прям с платья выбираю этот цвет. Цвет теней. Вот такой. Вот такой. И цвет вот этих всполохов. Мне кажется, надо два сделать. Цвет всполохов. Этих ярких. Голубой. Прямо смотрите, какой яркий. И можно еще дополнительный оттенок синий дать. Вот такой фиолетовый. Вот. Мы пересняли всю эту гамму. Радостно ее загоняем в новую цветовую группу. Можете ее как-нибудь назвать, можете не называть. И теперь, смотря на оригинал, мы начинаем с вами заниматься раскрашиванием. Ну, в чем-то это и есть раскрашивание. Значит, у нас с вами есть основной цвет. Вот, пожалуйста. Цвет бликов. Вот можно его поменять, а можно его не менять. У нас же это все в группе. Соответственно, это я бликами, по-моему, покрасила, да? Я, по-моему, покрасила бликами. То есть, вот основной цвет, а я покрасила бликами. Вот они, блики. Вот так. Сейчас поправим, ничего страшного. Вот. Эти тени мы с вами сделаем фиолетовыми, например, а вот эти тени сделаем бордовыми. Ну, а что, два оттенка теней, красиво. Насчет фиолетовых у меня есть вопрос. Я считаю, что он должен быть более темный, более контрастный. Вот так. Опять же, мы же не на прозрачность рассчитывали, да? Поэтому давай на клик. Вот так. И остались наши с вами всполохи. Сейчас еще смягчим. Смягчим. Вот. Теперь наши с вами всполохи. Они у нас ярко-голубые. Вот если мы теперь им дадим размытие. Скажем, окей, и дадим немножко непрозрачности, то, по-моему, получится вполне похоже. Видимо, нужен более активный цвет. Да. И желательно его сделать градиентным. так, давайте попробуем эту часть сейчас мы сделаем прям бирюзовый, а эту часть мы сейчас сделаем положение. Так. Такой более синий. вот. Тут уже интереснее. И, 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 попробуем настроить градиент. Как он там смотрится? Нет, было лучше. Так. Ну, не очень мне нравится с градиентом. Откровенно говоря, лучше был, когда был однотонный. Поэтому сейчас мы вернем его в однотонный. Попробуем ему просто цвет подобрать более вот так. Вот так. И все-таки вот эти части должны быть более темными такими прям фиолетовыми. Глубоко фиолетовыми такими. Вот. 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 Тут уже поближе пошло. Видите, как туда-сюда, туда-сюда, и вот смотрите, насколько оно будет у вас действительно там попадать. Так, эффект. Все-таки сейчас мы размоем немножечко эти штуки. Большой любитель стал размытием. Честно вам могу сказать. Вот. Немножечко размыли. Ну, уже ближе. Да. Теперь можно при желании еще дополнительно линии прорисовать на складке, но я не хочу этого делать. Мне нравится так, как я сейчас сейчас. Вот. И так видно, как оно получилось. Немножечко, вот, прям бы чуть-чуть оттенок дернуть. перебор. Вот. Хорошо. И теперь можно цвет контура чуть-чуть потолще. А есть еще такая хитрость в этих эскизах, если хотите, чтобы они прям вот вкусно смотрелись. Сейчас покажу монтаж на задний план. Видите, уже хорошо. Тоже через размытие по гауссу посильнее можно размыть. То есть, когда вы подкладываете легкую тенюшечку под эскиз, он начинает еще больше играть. Вот. Есть такой тоже эффект. Можно еще прозрачность чуть-чуть дать, чтобы не так ярко было. И вот видите, какой у нас эскиз получился. То есть, используя фотографию, можно нарисовать ну вообще прям сумасшедшую реалистичность. Еще раз говорю, можно еще раз пройтись там, например, вот эти линии еще обозначить. Да, здесь линеарно вот так его заделать. Ну, давайте, например, все-таки сделаем, да. Поскольку оно у нас есть, сейчас мы с вами вот эти линии прорисуем. Вот я все говорю, говорю, что-нибудь доскажу, да. Так, давайте. Сейчас наша с вами задача нарисовать красивые линии складок, которые у нас с вами есть. Соответственно, вот из контура складочка выходит, да. Вот так. Пока мы рисуем достаточно грубые складки, потом мы их сейчас смягчим. Тоже вот так. Вот здесь складочка, смотрите, вот здесь она будет загибаться, вот они загибы, которые я рисую иногда. Вот он, вот он загибчик, вот он загибчик пошел. Так, вот здесь вот линия пойдет. Вот эта линия, вот она, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот надо немножко опустить. Так, я же рисую на том же месте, мы сейчас туда пропорционально его скинем. Вот так. Так, вот, оп, сделали, сделали, сделали. так. Здесь то же самое. Вот она, вот эта складочка целиком пройдет через все. Вот здесь смотрите, сколько линеарных вот этих штучек надо нарисовать, чтобы они тоже красиво расположились. Вот здесь, вот она линеарная штучка пошла. То есть вот так под складочком проходимся. Кстати, вот очень хороший способ для начинающих, я уже об этом говорила, попробовать порисовать именно вот по фотографиям. Может быть это ваш макеен. Можно просто вот взять какое-то изображение и по нему пройтись. Для того, чтобы у нас с вами было вот как раз пример того, как это можно сделать. Вот она складочка. Вот здесь складочка. вот здесь вот она сюда пойдет. А вот эта складка пойдет вот отсюда и вот вот так и вот 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 они все эти линии как раз вот эту всю красоту и подчеркивают то, что у вас возможно где-то не хватило подчеркнуть тенью. А ну вот здесь у вас вот. Все линии мы с вами нарисовали основные. вот вот эту линию я не нарисовала. Вот здесь тоже такая смотрите прям опа хорошо и вот здесь немножко и вот здесь вот все это выбираю сгруппировала выбираю соответственно красивый контур и например 05 здесь не нужна большая толщина переносим на наш с вами эскиз он встанет абсолютно ровно потому что мы его задвигали с шифтом вот они наши складочки возможно даже и потолще надо единичка нет потолще хуже вот они дополнили наш вот этот вот образ пробуйте используйте применяйте дополюстратор очень многогранная программа она позволяет делать много всякого разного и красивого в том числе вот так вот можно взять и переснять с фотографии и получить очень интересный эскиз снять цвета снять основу вот оно все вот так у нас получается на этом все с вами была Чайковская Екатерина не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал если вам нравятся те видео которые я делаю и пишите конечно в комментариях что вам еще показать что вам интересно понравился ли вам такой метод работы на этом все до скорых встреч пока-пока